Хлеб – это такая пища, без которой человек не может обойтись. Хлеб – универсальная еда. Где бы человек ни находился, его основным питанием является хлеб в той или иной форме. Он изготовляется по-разному, в различных видах и формах, но тем не менее он остается опорой жизни. Человек без хлеба не может жить. Вот почему мы его называем насущным хлебом. Если вы откроете ваши Библии на шестой главе Евангелия от Иоанна и прочтете эту шестую главу, то в ней вы обнаружите, что слово «хлеб» упоминается по крайней мере двадцать раз. Ни одна глава в Библии не говорит так много о хлебе, как эта шестая глава Евангелия от Иоанна. И встречаемся мы в этой главе с тремя сортами хлеба. Вначале главы говорится о чуде насыщения пяти тысяч. И в связи с этим чудом мы встречаемся с самым обыкновенным хлебом, то есть с пятью ячменными хлебами, которые Христос, умножив, насытил огромную толпу голодного народа. Дальше в этой главе упоминается о манне, то есть о хлебе, снишедшем с неба и питавшем народ израильский в пустыне в течение сорока лет. Это был необыкновенный хлеб, чудотворный, несмотря на то, что он был физическим хлебом. И третий сорт хлеба, упомянутый в этой главе, назван хлебом истинным, Божьим хлебом, хлебом живым. И тут следует отметить, что люди, которые ели первых два сорта хлеба, они ими насыщались, поскольку они его ели. Однако на этом кончилась польза этого хлеба. Со временем люди эти, которые его ели, они умерли, так как хлеб этот был временной пищей, питанием лишь для тела. Но в отличие от этих двух сортов хлеба, включая второй сорт, который чудом в течение целых сорока лет сходил с неба и питал миллионную толпу народа в пустыне, в этой главе упоминается третий сорт, который обещает дать жизнь. Называется этот хлеб хлеб истинный, Божий хлеб, хлеб жизни. Человек, едущий его, голодать не будет никогда. И вот об этом-то хлебе я сегодня и хотел бы с вами побеседовать. В основу нашей сегодняшней проповеди прочтем 35 стих из этой 6 главы Евангелия от Иоанна. Вникнем в эти замечательные слова. Какие они чудные! Я их прочту медленно. Послушайте. Иисус же сказал им, «Я есим хлеб жизни, приходящий ко мне, не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Дорогие радиослушатели, признаюсь, что чем больше я над этими словами задумываюсь, прочитываю их, размышляю над ними, тем поразительнее они становятся для меня. Я есим хлеб жизни. Кто их сказал? Сам Господь Иисус Христос. Он есть этот хлеб. Истинный Божий хлеб, живые, шедшие с небес. В этих чудных словах нашего Господа Иисуса Христа я нахожу все Евангелие, всю благую весть, ибо благая весть является Сам наш Господь Иисус Христос. Благую весть никак нельзя отлучить от личности Иисуса. Поэтому, чтобы правильно понять Евангелие, необходимо заняться ничем другим, как нашим чудным Господом Иисусом Христом. Он и Он один есть хлеб жизни. Вы помните, когда на земле не было ни одного искупленного чада Божьего, который был бы в состоянии ясно и отчетливо определить, в чем заключается Евангелие, то Бог сделал исключение и избрал ангела, чтобы возвестить впервые эту радостную весть. Было это в ночь, когда родился Сам Господь Иисус Христос. Явился ангел Господень пастухам вифлеемским. И что Он сказал им? Он сказал, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. И дальше Он говорит, в чем эта радость заключается? Слушайте, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос, Господь. Вот вам благая весть. Спаситель, Христос, Господь. Он Сам является благой вестью. Думаете ли вы, что это было совпадение, что тот, который сказал, я ес им хлеб жизни, хлеб, который даст жизнь всему миру, родился именно в вифлееме? Нет. Помимо того, что исполнено было пророчество, что он родится именно в вифлееме, о чем пророчествовал Михей 650 лет до рождения Христа, вифлеем означает «дом хлеба». Как подходит нашему Господу это название «хлеб жизни»? Младенец, родившийся в доме хлеба, оказался хлебом жизни. Теперь обратите внимание на то, что, говоря «я ес им хлеб жизни», Христос этим в полном смысле этого слова предлагает мне и тебе самого себя. Для чего, скажите, хлеб, если не для того, чтобы его есть? Я не знаю, для чего хлеб, если не для еды. Для этого он предназначен. Это снить, которую нужно принять и кушать. Ведь Христос не сказал, я ес им учитель жизни, или пример жизни, или указатель жизни. Нет, безусловно, он является и примером жизни, и учителем, и указателем, как нужно жить. Но, дорогие мои, какая польза, если это было бы все, что он сказал? Нет, возлюбленные, сказав «я ес им хлеб жизни», Христос предлагает человеку самого себя, свою жизнь, чтобы мы им жили. Слава и благодарение Ему. Вы заметили, дорогие друзья, что хлеб сам по себе мертв. Правда, в хлебе вы найдете главные составные части питания, но хлеб не в состоянии дать жизнь человеку. Поддержать ее – да, но не дать. Скажем, мертвому человеку жизнь, хлеб не в состоянии. Возьмите самый лучший хлеб. Вложите кусок этого хлеба в уста мертвого человека, то что вы по существу сделали? Вы провели два мертвых элемента в соприкосновение друг с другом. И какой оказался результат этого соприкосновения? Никакой. Все осталось, как и было. Мертвое не может дать жизнь мертвому. Возможно ли даже вообразить себе такой хлеб, который, прикоснувшись к устам мертвеца, наделил бы его жизнью? И тем не менее, дорогие мои, хлеб, о котором мы сегодня говорим, именно такой хлеб, который дает жизнь. Он способен дать жизнь мертвому. Хлеб этот сам наш Господь Иисус Христос. Он хлеб жизни. Когда этот хлеб коснется уст мертвого по грехам человека, он делается моментально живым, новым творением. О, какая чудная весть! Наш Господь Иисус Христос. Он хлеб жизни. Но, возлюбленные, прошу отметить, что Иисус Христос является хлебом жизни не только для мертвых, но Он хлеб насущий для тех, которые уже вкусили Его и ожили. Он тот хлеб, который способен удовлетворить все нужды и потребности возрожденного человека. Нет такой нужды, которой он не мог бы восполнить. Помните, как выразил эту истину апостол Павел в 8 главе посланий к римлянам? «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего!» Вы заметили? Всего. Тот, кто ест этот хлеб жизни, он ни в чем не будет нуждаться. Как может человек, принявший такой хлеб, хлеб живой, самого Господа Иисуса Христа, иметь недостаток? Воистину, этот хлеб является идеальнейшим сортом для восполнения всякой нужды нашей. Кто ест его, не будет алкать, не будет жаждать никогда. В понинике подчеркивается слово «никогда», то есть нет никогда славы и благодарения Ему. Можно сказать, что то, чем манна была для физического тела израильтянина, тем Христос, хлеб жизни, является для души чада Божьего. Никогда в истории человечества не был доступен такой хлеб, который питался израильский народ в течение сорока лет своего странствования в пустыне. В 77-м псалме сказано, «Хлеб ангельский ел человек, послал он, то есть Бог, им пищу до сытости». Этот хлеб небесный, которым насыщал Бог народ свой, был идеальным питанием для него. Каждое утро они собирали этот ангельский хлеб, и он оказался опорой для них на каждый день в течение сорока лет. Манна эта была предусмотрена для народа, путешествующего в пустыне, и все, что их организм требовал, находилось в этой чудной небесной пище. Бог сам ее приготовил для народа своего, и скажите, кто мог лучше знать, что требовало их физическое тело, чем тот, который его создал. Итак, возлюбленные, чем манна была для физического тела израильтянина в пустыне, тем Иисус Христос является для нашей души. В нем жизнь, и кто ест от этого хлеба, тот не будет терпеть никакого недостатка. Самый здравый христианин тот, который сделал Христа своим постоянным питанием. Эта пища не может приносить ему никакого вреда, а только здоровье и жизнь. Возлюбленный тот, кто питается этим небесным хлебом, он не будет алкать и жаждать никогда. Нет, никогда. Почему никогда, дорогие мои? Тут, возлюбленной, скрывается чудная истина. О, дал бы Господь нам ее понять, не только умом нашим, но и сердцем. Мой друг, раз ты принял этот хлеб и съел его, то он делается твоим. Никто не может изъять его из тебя. Человек, съевший хлеб, не может быть лишен этого хлеба. Не правда ли? Почему? А очень просто. Этот хлеб стал частью его организма. Он вошел в его кров, и никто не может его отнять от него. Разве это не чудная истина, дорогие мои? Поэтому, если ты пришел к Иисусу Христу, и ты его принял в себя, то он уже твой, и никто не может отнять его от тебя. И им ты будешь жить вовек, слава и благодарение ему. Скажи, кто в силах похитить его от тебя? Я хлеб живый, шедший с небес, говорит Иисус Христос, едущий хлеб сей, будет жить вовек. О, какая чудная уверенность в этих словах. Это слово самого Господа, «Едущий меня жить будет ною». Как не чудно! Была манна, шедшая с неба, она, тем не менее, была только временным питанием, лишь для физического тела. И те, которые ели даже этот хлеб, они умерли. «А едущий хлеб, который дает Христос, сей жить будет вовек», говорит он. Возлюбленные, спасение, которое мы получили от Бога, есть не что иное, как личность. Это не какое-нибудь благословение в виде отдельного подарка? Нет! Это сам Господь Иисус Христос, Он, который сказал, «Я ес им хлеб жизни». А ведь Он вечен, и если Он наше спасение, и Он вечен, то кто и что может отлучить нас от Него? «Я уверен», говорит апостол Павел, «что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Добавим тут еще слова Иисуса Христа. Слушайте, что Он говорит в 10 главе Евангелия Теяна, «Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек. Никто не похитит их из руки Моей». Разве это не чудное обетование, что если ты съел этот хлеб, то никто и ничто не может лишить тебя этого хлеба? С другой стороны, я обязан сказать, что верный признак, что человек мертв, это то, что он не питается Христом. Христос не является его жизнью. Да, можно толковать о Христе, произносить молитвы во имя Его, даже проповедовать о Нем. Но если мы не едим от Него, мы не едим этот хлеб, то мы не имеем жизни Христовой в нас. Если Христос сказал, «Едущий Меня, жить будет ною», то не менее верно будет сказать, что неедущий сей хлеб жизни не имеет. Для духовного мертвого человека слова эти являются преткновением. Когда Христос сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни», то многие на этом соблазнились. «Какие странные слова! Кто может это слушать?» говорили они. И с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. «Но для алчущих и жаждущих слова эти являются глаголами жизни вечной, воистину блаженны они». Может быть, и для тебя эти слова звучат странными? «Как это возможно есть плоть Сына Божия и пить кровь Его? Что это значит? Я, души Меня, жить будет ною?» Просто говоря, «Как возможно есть плоть Христову или есть Его ко хлеб?» Обратите внимание на слова нашего текста. Я возвращаюсь к 35 стиху. Тут мы найдем ответ. Иисус же сказал им, «Я есем хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Вы обратили внимание, что в данном случае Он не сказал, «Тот, кто ест от Меня не будет алкать и тот, кто пить будет Мою кровь не будет жаждать». Нет. Он сказал, «Приходящий ко Мне не будет алкать». Вы заметили? «Приходящий не будет алкать и верующий не будет жаждать никогда». Ну, а что мы делаем с хлебом? Ясно, мы его едим. Значит, есть хлеб в жизни то же самое, что прийти к Иисусу. А прийти к Иисусу то же самое, что верить в Иисуса. А верить в Него то же самое, что пить от Него. Помните, Христос в другом месте сказал, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Тогда верить значит пить, прийти, есть. Все это одно и то же. Поэтому, если ты не знаешь, как пить, тогда, может быть, ты знаешь, как прийти. А если не знаешь, как прийти, тогда ты, может быть, знаешь, как веровать. Это все одно и то же. О, как это просто возлюбленный! Бог не мог бы сделать спасение более простым, чем то, что одной верой ты можешь принять в свою жизнь Иисуса Христа. И принятием Его ты получаешь Его жизнь. Когда ты веруешь в Сына Божия, то с тобой происходит то же самое, что происходит, когда ты ешь хлеб или пьешь воду. Всем нам известно, что пища под воздействием желудочного сока разлагается на отдельные элементы, которые потом входят в кровь и разносятся по всему организму и таким образом осваивается всем твоим существом. Так что пища, которую ты съел, становится составной частью твоего тела. То же самое происходит, когда ты верой принимаешь Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Он делается твоим. Едущий хлеб сей будет жить вовек, говорит Христос. Следовательно, Он, Иисус Христос, хлеб жизни становится основной частью твоего внутреннего человека. Ты поэтому делаешься новым творением, творением Божьим. О, какая чудная истина! Но ты должен съесть этот хлеб. Любоваться им тебе ничего не даст. Ты должен его есть. Хлеб, дорогие друзья, для съедания, а не для чего-либо другого. Бог назначил Сына Своего, Иисуса Христа, для того, чтобы ты и я приняли его. Точно так же, как хлеб предназначен для того, чтобы его ели. Много еще следовало бы сказать об этом чудном хлебе, но время не позволяет. В заключение я хочу все же подчеркнуть, что всякий желающий этот хлеб может его иметь, но на одном условии. Этот хлеб не для продажи. жаждущий, идите все к водам, говорит пророк Исаия, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте. Едите, покупайте без серебра и без платы. О, только такую торговлю можно вести с Богом без серебра и без платы. Хлеб небесный продается без цены. Бог предлагает тебе его на одном единственном условии. ты должен его принять даром. Продолжить любую цену за такой дар было бы самым унизительным оскорблением. Так же, как израильтяне приняли манну безвозмездно, так и ты должен принять Иисуса Христа хлеб жизни даром. Сделай это сейчас. Вкуси и увидишь, как благ наш чудный Господь Иисус Христос. Не будь, мой друг, таким, какими были эти люди, которым Христос первоначально сказал эти слова? Они видели чудеса, творимые Христом. Они были окружены доказательствами, что воистину Христос был Сыном Божиим, Спасителем мира. И тем не менее, они отказались от этих веских доказательств и не поверили в Него. Им Христос должен был сказать эти печальные слова. Но я скажу вам, что вы и видели Меня, то есть вы знаете, кто Я, и не веруете. Но воистину блажен тот, кто верует, ибо верующий перешел от смерти в жизнь. Веруй, мой друг, и ты также спасен будешь. Субтитры Субтитры